Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Вас приветствует телеканал Вечерний Дмитров и благодарит за то, что сегодня в четверг вы вновь вместе с нами. Итак, в эфире прямой эфир. Это возможность поговорить с нашим гостем, и не только мне, а и вам, на самые актуальные темы. Сегодня они будут касаться санитарно-эпидемиологической обстановки в нашем районе и защиты прав потребителей в самых разных сферах, практически во всех сферах нашей жизни. Потому что гость нашей студии сегодня – это главный государственный санитарный врач, начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Дмитровском, Талдомском районах и городе Дубна, также советник государственной гражданской службы первого класса и кандидат медицинских наук Олег Геннадьевич Черкашин. Он отвечает за, скажем так, стабильную санитарную обстановку на территории, в том числе и нашего района. Ну и еще помогает нашим гражданам решать их, защищать их права в таких сферах, как, например, ЖКХ, торговля, туризм, потребительские кредиты и во многих других сферах. Так что, если у вас есть вопросы к Олегу Геннадьевичу, пожалуйста, задавайте их, позвонив к нам на эфир по номеру телефона, который вы видите на своих телеэкранах, либо же заходите на наш сайт СМТ «Вечерний Дмитров», найдите сноску «Задать вопрос», напечатайте вопрос, кликните «Энтер», я вопрос получаю, озвучиваю, Олег Геннадьевич на него дает ответ. Олег Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер, уже у нас есть зрители. Сразу хотелось бы спросить, вы прививку от гриппа сделали уже? Да, сделал буквально неделю назад, переношу ее успешно, и весь наш коллектив привелся тоже. Активно? Благодаря активности на сегодняшний день наших медиков, они идут по предприятиям, предлагают услуги, то есть довольно активно идет не только пропаганда, но и реализация в жизни. То есть даже вы контролирующая организация, контролирующая в том числе и вопрос иммунизации населения и от гриппов, профилактики гриппа. В первую очередь это и нужно, конечно. Я почему эту тему затронула, потому что на дворе уже, скажем так, середина октября, буквально через, уже даже месяц, наступит не совсем благоприятный эпидемиологический период в плане различных ОРЗ, ОРВИ, а за ними может к нам прийти и грипп. Правда, вот в Дмитровской горбольнице, когда мы делали сюжет, нам сказали, что вот ожидается как бы и А, и Б смазанный такой достаточный тип, вместе с тем призвали всех делать прививки и готовиться к этому эпидсезону. Вот вы в целом как оцениваете готовность нашего района к эпидсезону? Потому что мы поняли, опрашивая, например, население, что у многих отрицательное отношение к прививкам от гриппа. На сегодняшний день, значит, чтобы создать устойчивый коллективный иммунитет, необходимо привить 20-30% населения. Прежде всего, это касается декретированных контингентов. Слово декретированное, но не страшное. Имеется в виду это что? Это люди, которые имеют непосредственный контакт с инфекцией. Больше всего это медики, прежде всего, это педагоги, прежде всего, это работники торговой и транспортной сферы и так далее. Значит, это вот основной контингент людей, которые прежде всего, безоговорочно, значит, нужно прививать. Ну, особенно медики, педагоги, ну, 100% коллектива должны быть привиты от гриппа. Значит, предубеждение у нас было всегда по поводу этих прививок, тяжести их переноса. Значит, на сегодняшний день гриппол и гриппол плюс уже доведены до совершенства. Значит, уже настолько хороши, что никаких побочных эффектов не возникает. И устойчивый довольно иммунитет создается на год, а у некоторых даже и до двух лет. Ну, если вот судить по себе, я каждый год прививаюсь. Но до этого, когда не так было строго с прививками, допустим, если я заболел в этом году один раз или два, или три, то в следующем я вообще не болел ни разу. То есть эффекты прививки? Да, через два года. У некоторых через год, у некоторых, да, через два года. Так что не обязательно на год, но это в среднем. Поэтому, да, прививаться необходимо для того, чтобы создать, как я уже сказал, именно коллективную устойчивость, коллективную, и не меньше 20-30%. В этом году мы запланировали 31 тысячу. Значит, готовность района довольно высока. Почему? Значит, если раньше у нас были сбои по поставкам вакцины гриппа, и вакцина поступала... Мы всегда ставили план с сентября, октябрь, до 1 ноября, выполнить план по вакцинации. Да, но не получалось из-за того, что затягивались с поставкой вакцины. Производство, естественно, затягивало поставку, затягивало, значит, наш... Проведение компании. Проведение компании. И поэтому мы всегда до Нового года прививались и отчитывались, и прививали, продолжали прививать уже в эпид-сезон, когда люди уже начинали болеть. А для того, чтобы иммунитет сформировался, надо хотя бы месяц, ну, средний месяц. Вот, в этом году, значит, с 1 сентября уже у нас началась прививочная кампания, вот, и вакцина была поставлена на 50, местами на 80%. Вот, поэтому в этом году кампания проходит спокойно, вот, но все-таки, вот, на прошлой неделе было совещание в управлении области, темпы проведения оставляют желать лучше, потому что осталось 3 недели, 1 ноября мы должны привить все население, а у нас на сегодняшний день, значит, где 30, где 50% привитости. От запланированных. От запланированных, поэтому, да, темпы надо наращивать. Я выступал вчера буквально в совещании главных врачей, вот, когда Виктор Михайлович собирался, значит, весь свой куст, значит, и мы отметили, что темпы надо наращивать, потому что, если прошлые годы в связи со сбоем поставки вакцины нас могли немножко простить, то в этом году, 1 ноября, это у нас будет рубеж, после которого нас уже будут ругать за плохую организацию, ну и не исключено со страхными санкциями. И кандидат медицинских наук, и главный государственный санитарный врач в нашем районе, вы, скажем так, и призываете население более активно идти прививаться, и гарантируете, что если вы действительно здоровы, прививка поставлена верно, никаких проблем не будет. Никаких по этой вакцине нет. Единственное противопоказание чувствительность, индивидуальная чувствительность к куриному белку. Но это настолько редко. Да, все мы кушаем курочку и яичко, и если бы у кого-то была аллергия, то нас так. Он бы об этом знал. Это единично, это единично буквально, конечно. То есть, пожалуйста, обращайтесь в свои лечебно-профилактические учреждения, не затягивайте, потому что грипп уже не за горами. Олег Геннадьевич, у нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, ответьте на вопрос, когда мы, жители микрорайона Аверьянова, будем пить чистую воду. Осень вода заражена железом и большой осадок. Через две очистительные системы пропускаешь воду, и все равно вода плохая. Сколько можно нам мучиться? Какие меры вы принимаете по этому вопросу и требования к администрации? Спасибо большое за вопрос. Он, кстати, наверное, актуален не только для жителей Аверьянова, но и всех. Да, конечно. Этот вопрос актуален для всех жителей, даже, я бы сказал, Московской области. Поскольку вода, водоносные горизонты, которыми мы пользуемся, они содержат большое количество железа, значит, хочу сказать, что в эпидемиологическом безопасности, вода безопасна. То есть массовых отравлений не случится. Но, конечно же, воду такую пить неприятно, когда она органолептически имеет цвет и даже иногда запах. Это железо, конечно, проходит через организм транзитом, не всасывается. Но все же таки, значит, влияние железа на организм, оно все-таки определено. Если железо в воде превышает 10, 20 или 30 ПДК, то, естественно, возможны такие заболевания, как аллергические различные заболевания кожи, потом диспептические расстройства желудка и, возможно, влияние на кровотворные органы, то есть ретроциты. Поэтому это установленный факт. Поэтому бороться с этим необходимо. Но здесь я хочу коснуться еще другой темы. Не только влияние на, возможно, влияние на здоровье человека, но и здесь играет роль закон о защите прав потребителей. То есть если услуга жилищниками, ресурсоснабжающей организацией, значит, поставляется некачественно, то такая услуга и не должна быть 100% оплачена. Поэтому на сегодняшний день мы выходим в суды в защиту неопределенного круга лиц, чтобы эти тарифы были пересмотрены, чтобы суд определил, насколько можно платить за эту воду. Либо на 50%, либо вообще не платить. То есть это суд будет определять. А мы, в свою очередь, значит, с выходом 416 и следом пояснения, изменения 416, 417 закон обязал санитарную службу изучить, провести мониторинг воды. До этого мы тоже занимались, и ежегодно в главе администрации национальный доклад по всем санитарным вопросам, касаемо территории, в том числе вопросов водоснабжения, канализования, питания детское, там прочее, прочее, прочее. Значит, а здесь был конкретно поставлен вопрос по холодной и горячей воде. Значит, мы изучили тему, и нас должна была, значит, нас обязали до 1 марта, значит, доклад конкретно по водоснабжению представить главе, значит, как балансодержателю. А мы, в свою очередь, с ресурсоснабжающей организацией, с коммунальными службами должны были составить план мероприятий, значит, 5 или 7 максимально летний, из которых уже как бы 2 года упущено, остается 5 лет. Значит, по улучшению качества водоснабжения. Сами понимаете, когда 20-30 лет, значит, поддерживали и капитально не ремонтировали сети, за год воду не исправить, поэтому, значит, можно только планомерно, в течение, вот, если будет выполнена эта программа, 5-7 летняя, значит, согласно этой программе, запроектированы пока 2 станции без железья. В Дмитрове? Да, в Дмитрове. На самый крупный, один узел самый крупный взяли, а другой, где хуже всего вода, то есть это, начнешь день, третий. В ЗУ? В ЗУ, это да, на Махалина. Да, и в ЗУ, где самая худшая вода, это у нас... На инженерной, по-моему. Нет, это, по-моему, в Борисово, рядом со стекольным заводом. Может быть, что-то поменялось на сегодняшний день, но, во всяком случае, мы настаивали именно на этом. Вот, и некоторые главы сельских администраций провели пилотные проекты за свои средства, поскольку на селе мощность водозаборных узлов небольшая, и стоимость, естественно, небольшая. Они поставили, ну, вода очищается в 100 раз, значит, и поэтому смысл строительства, необходимости строительства есть, а вода будет чистая. Ну, не сразу, то есть, нужно время на строительство, нужно время на очистку старых труб, которые уже... Замену, скажем так. Частично даже замену старых труб. Ну, вот, если трубы хорошие, они просто забились, их промыть достаточно, но если уже старые ржавые, конечно, для этого нужно изучить, мониторить, не только мониторингом воды заниматься, но и изучать состояние самих систем, коммуникаций, да, магистральных особенно. Поэтому, я надеюсь, что не за горами, но основные вопросы не только к нам, как контролирующей организации, мы стараемся делать, что можем, но в основном за это дело должны отвечать балансы держателей администрации, ну, и ресурсоснабжающая организация. Они, прежде всего, два хозяйственных субъекта должны между собой встретиться и договориться, кто в какой мере, значит, в средствах и так далее будет участвовать в этой программе. Ну, понятно. Ну, сейчас мы готовим материалы, отправляем в суд, а как суд будет назначен, тогда мы... Ну, пожалуйста, да, будем ждать вас с радостными известиями. Да, суд назначается. Потому что вода, в общем-то, она везде, не только с железом, она еще и просто, простите, грязная. Ну, да, я согласен. Да, и фильтры не спасают. Вы тоже пользуетесь этой водой. Я тоже являюсь жителем, да, и меняю в картридже ежемесячно. В космосах постоянно. Ежемесячно. Значит, да, водичка даже, несмотря на то, что фильтр дополнительный стоит, проскакивает. Проскакивает частенько. Олег Геннадьевич, еще телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире? Добрый вечер. Добрый. Добрый. Добрый вечер, пожалуйста, кто нам поможет, микрорайон Внуковский, вывезти из домов клопов, которые завезли нам гастарбайтеры? Спасибо. Учитывая, что мы везде обращались. Спасибо. Да, с клопами еще к тому же распространяются многие нехорошие заболевания. Возможно. Возможно, они разносчики. Что делать жителям? Хочу сказать, что, значит, эта служба и санитарная выделила ДЭС-служба давно. Значит, она параллельно существует и самостоятельно. У них есть свое руководство. Значит, у нас, хочу сказать, три фирмы частных, которые работают на территории Дмитриевского района. Значит, это получается у нас ФБУС, наш Центр гигиены и эпидемиологии, имеет в составе своей ДЭС-службу. У нас есть ДЭС-служба, которая входила, отделилась на почтовой, это где библиотека. И есть еще ваш партнер, который снимает офис в Магните. Вот три организации. Которые могут... Да, реклама которых везде есть. При необходимости звоните к нам, мы подскажем телефончики. Можно туда обращаться и в частном порядке вам проведут обработку. Ведь практически тараканов-то мы уже извели за это время, потому что яды на сегодняшний день настолько хорошие, что он животных домашних на человека не действует, а действует избирательно, значит, и длительно. Поэтому, да, с этой проблемой обращайтесь в ДЭС-службы. Значит, ну, сначала, сначала, конечно. Служба, скажем так, частная и платная. Да, это частная и платная услуга. Но прежде всего, значит, вы можете обратиться, если весь дом заражен. Все квартиры. Если в подвале, да, и так далее. Прежде всего, значит, если ТСЖ, значит, сами к руководству, чтобы они заключили договор. Если жилье муниципальное, значит, в ЖЭКе, там, в ДЭУ, значит, чтобы они... Ну, женщина сказала, везде обращались, никто не помогает. Вот тогда жалобу нам мы просто эти жилищников немножечко подтолкнем, чтобы они заключили договор. Многие экономят на дезинфекции мусоропроводов, на подвалов там и так далее. Деньги у них выделяются, поэтому, простите... Лукавят. Плюс, да, плюс управляющие компании, они на это планируют деньги. Не хотят, если вы обращаете. Значит, можно обратиться к вам за помощью. Значит, мы тогда с карающим мячом приходим и толкаем их в виде штрафа. Олег Геннадьевич, сигнал СОС из поселка Горки-25. Мы вам потом распечатку всю сделаем. В нашем поселке остров стал вопрос о содержании мусорок. Их расположение в 20 метрах от домов. Мусор вывозят очень редко. Горы отходов достигают огромных размеров. В ближайших домах невозможно открыть окна, так как запах стоит смрадный. Все это не только неприятный взор, но и опасно для здоровья жителей. Ну, понятно, в частности, детей, которые гуляют на придворовой площадке. Очень просим вас принять меры к решению нашего наболевшего вопроса, жители поселка. Распечатку мы вам предоставим. Спасибо, распечатку. Наталья сигнализирует, надеется, что все-таки это по вашему профилю работы. Недавно шла со стороны Горгаза в сторону центра, в районе гостиницы «Кристалл». И проходя вдоль зеленого забора, за которым стройка сейчас ведется, мне дорогу перебежала крыса. Приглядевшись в траву в деревья, которые растут вдоль проезжей части, я увидела еще несколько крыс и мышей. И это антисанитарии в центре города. Кто-то за это отвечает? Ну, у нас крысы бегают и по Советской площади, в общем-то. Можно иногда лицезреть. В каком порядке у меня отвечает крыса или с Горки-25? Нет, Горки-25 вы взяли на заметку. Я поняла, вы будете разбираться с ситуацией. Да-да, там есть проблема. Дело в том, что, опять же, у нас проблемы практически со всеми военными городками, переданные Министерством обороны. Запущенные, ветхие и так далее. Тем более, что Горки-25, значит, обслуживала их же военная какая-то организация, типа Словенки. Словенки, да. Поэтому они отказались, наши еще не приняли. То есть процесс передачи пока пройдет бумажный. А люди страдают. А люди, да, страдают в этот момент. Конечно, мы подключаем. По грызунам. По поводу крыс, хочу следующее сказать. Осень, осень, дожди, сырость, значит, их жилище крыс подтапливает. Мигрирует. Мигрирует, мигрирует. Значит, от крыс никто во все века еще ни разу не избавлялся. У них ниша достаточно крепкая. То есть 100%, как вот мы в свое время победили ОСПУ, так и крыс вывести практически невозможно. Их можно только регулировать численность. Ну вот, поэтому, значит, за это все отвечают территориально жилищники. Значит, люди должны туда обращаться. И, естественно, это тоже работа ДЭС-службы. Обращаются пусть в ДЭС-службу. Значит, по поводу магнита. Эти вопросы мы держим на контроле. По магниту все было, да. Там очень хорошее было сочетание. Там речка, там жители гуляющие с детьми голубей, кормящие. Да, уточки-голуби, торговые магазины, мусорка, рай для крыс. Вот, и плюс теплотрассы, где они с удовольствием живут и зимой, и летом. А у голубей отнимают еду. Ну, однако же, да, это работа теплосервиса. Мы им дали предписание, чтобы они... Устранили проблему. Устранили, да. Тем более, сейчас у ДЭС-службы есть современные такие... Средства. Средства, пушки. То есть можно не лазать там нигде, ни закладки никакие. Не делать против крыс. Не взрывать. Просто открываешь люки и тем туманом, ядом продавливаешь все коммуникации. Ну, понятно. И кто там попался, тот и помер. Да, естественно, естественно. Да. Также можно и вентиляцию сейчас. Тоже злободневный вопрос. В больницах, детских садах, школах. Значит, ревизию вентиляционных систем, чтобы не было разноса. Потому что режим проветривания. Да. Режим проветривания, чтобы восстановить. Вентиляцию, значит, ревизию, забыли про нее. Забито голубями, пылью и прочими вопросами. И практически неестественной вентиляции не происходит. И дети, сидя в классе, обмениваются всеми инфекциями. Ну, понятно. А это уже... Да, пушка позволяет и вентиляцию, и коммуникации пробить. Такое вот уже в наших дослужбах есть. Поэтому надо обращаться. Олег Геннадьевич, телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот Советская-1, первый подъезд. У нас, когда входишь в подъезд, запах канализации, как вот уличные туалеты советских времен. Идет это все из подвала. Спасибо. Спасибо, да. Значит, обращаться нужно к жилищникам, в ДЭС, в РЭО, в ЖЭО, в управляющей компании. Это их вопросы. Значит, они должны провести ревизию системы канализации. Значит, если утечки есть, значит, провести ремонт обязательно. Значит, и дезинфекцию. Если это не будет сделано, естественно, обращайтесь к нам, в Роспотребнадзор. И опять же, по той же схеме. Мы вызываем к себе или приходим на место, актируем. Значит, и заставляем через штрафы жилищников выполнять свои обязанности. Если они про них забывают. Рекомендую не забывать. Значит, эти конторы созданы для того, чтобы обеспечивать людей нормальной жизнедеятельностью. Им за это платят зарплату с наших налогов. Поэтому, если они забывают, будем к ними строже относиться. Олег Геннадьевич, вот, кстати, затронули вопросы грызунов в городе. Понятно, что крысы и мыши, они разносчики очень многих опасных заболеваний достаточно. И с ними надо бороться. Вместе с тем, вот, расплодились голуби у нас. Причем, вот, если понаблюдать, очень многие голуби поражены какими-то заболеваниями. В общем-то, очень быстренько, прямо на глазах загибаются. То есть, у них какая-то там между собой инфекция бродит. И вообще, вот, я, например, читала в литературе, что вот эти вот наши голуби, которые городские, помоечники теперь фактически стали, они способствуют распространению очень многих тоже нехороших инфекций, которые поражают, в частности, легкие. И человек кашляет, дети в основном, вот, кашляют, кашляют, не пойми, что, оказывается, вот вам контакт с голубями, покормили птичек семечками. Насколько это достоверно? Значит, я хочу сказать, поэтому прокомментировать таким образом этот вопрос. Те заболевания, которые между особями, да, это вопрос ветеринарии. То есть, человеку это не передастся? Да, но хочу сказать, что птицы в виде помойных голубей, в том числе, потому что они ближе всех к человеку, разносят в основном, это основное, опасное для человека заболевание, орнитоз. И та симптоматика, о чем вы говорили, прежде чем заболевание легких и так далее, это вот называется орнитоз. Но, значит, когда проводя анализ заболеваемости, у нас, слава богу, не встречается. Но тесты для его выявления орнитоза у нас, в принципе, есть? То есть, диагностировать его, если что, смогут? Думаю, что не на уровне нашего района, но, скорее всего, это все у нас, потому что заболевание довольно редкое. Ну, это вот в том, ну, понятно. Я не думаю, что у нас это все есть. То есть, в принципе, здесь вот особо опасаться нечего? Пока. Да, ну, возможно, но оно не настолько эфициально опасно, как чуматом, холерой. Ну, естественно. Даже не как понос по нему, простите. Орнитоз – это очень редкое заболевание. И только если, да, вот копаться вместе с голубями в той же помойке, ну, тогда, в принципе, прийти с этим. Олег Геннадьевич, еще телефонный звонок. Добрый вечер. Мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте. Изначально хотела бы сказать спасибо организаторам вашей программы. Она очень нужна. И мой вопрос. Значит, я живу в деревне Княжево. Это вот Дмитровский район. У нас здесь лесополоса. В лесополосе есть озеро. Из химикатов. Что туда сбрасывали, когда сбрасывали, неизвестно. Это вот как со стороны Москва-Дуна траться, поворачивать к деревне Княжево. Там вот где-то в лесополосе есть. Кому можно обратиться? Это слева получается. Хорошо. Я просто хочу прокомментировать. Спасибо за вопрос. Хочу прокомментировать. Значит, санитарная служба занимается здоровьем людей. И если люди из этого озера не пьют и не купаются там, то есть каким образом, если там нет официальных пляжей, то в принципе этот вопрос не касается санитарной службы, а это касается экологической службы. Значит, все вопросы касаемо загрязнения почвы, поверхностных водоемов, какими-то химикатами и прочими-прочими, если это впрямую не касается человека, значит, я думаю, по этому поводу нужно обратиться с заявлением в экологию, Росприроднадзор, значит, и пусть они займутся этим вопросом. С этим озером, понятно. Олег Геннадьевич, давайте еще чуть-чуть поговорим все-таки о заболеваниях, потому что достаточно актуально в последние 2-3 года стало звучать такое заболевание, как корь. Не было, не было его, не было, не было, и вдруг пошла резко вспышка. Причем болеть стали не только дети, но и взрослые. Опять-таки, вот в чем причина? В том, что в нежелании прививаться, делать прививки детям, тогда непонятно, почему взрослые стали болеть, да? Вроде бы мы все советские, мы все прививки. Ну да, все прививки. И, в общем-то, да, у нас как в районе вот ситуация покори? Значит, то, что касается района Дмитровского, у нас в покоре ситуация спокойная, то есть заболеваний нет. Значит, но начну сначала. Значит, не то, чтобы не было, не было, не было, была корь, но единичные случаи, вспышечных таких редко. Ну, мы считаем так, вспышку, значит, от 5 случаев и выше по обычным инфекционным заболеваниям, не опасным. Значит, корь тоже не является особо опасной инфекцией, как чума, холера и прочее. Но просто, Семерная организация здравоохранения, значит, поскольку это хорошо управляемая прививками инфекция, может быть ликвидирована как ОСПО в свое время. Ну, что принята программа до 15-го года, значит, ликвидировать корь как таковую и ввести паспортизацию территорий, свободных от кори, полимелит там и так далее. С полимелитом как раз тоже самая история, но более удачная. Хочу сказать, что программа на сегодняшний день провалена, 15-й год уже через 3 месяца, значит, а заболеваемость кори все-таки нет. Простите, провалена у нас или вообще в Европе? Нет, в Европе, в Европе, поэтому, значит, не только в России. Ну, да, мы еще пока не пробежали. Мы по отношению к кори, поскольку более пристальное внимание к ней уделяется, по поводу ликвидации как заболевания как такового, значит, уже в трех случаев мы считаем вспышку. И разбираем каждый единичный случай, даже если один случай произойдет. Но рост идет, значит, заболевание кори небольшой, единичный, но все-таки случаи встречаются. Но не у нас в районе, вы сказали, у нас тихо, спокойно все. Нет, у нас в районе нет, но в Московской области было 7-14 случаев. То есть, понимаете, это не тысячи, это не десятки тысяч, это единичные случаи. Ну, вот, то, что касается вот в преломлении к ликвидации и рассматривается каждый случай, то вот 7-14, это единичные случаи, но все-таки рост. И это уже страшно, и это более пристное внимание врачей прикрывает. Поэтому, значит, ВОЗовская программа продлена. Когда мы провели, санитарная служба в целом провела анализ, значит, за счет каких слоев населения происходит эта заболеваемость, рост заболеваемости. Значит, ну, изучили иммунитет. На сегодняшний день мы сиологическую проводим мониторинг крови среди населения. То есть, смотрим устойчивость, устойчивость иммунитета к данной болезни изучаем. Значит, получается, что 100% населения не удается привить за счет отказов, значит, а в основном отказы это идут. Ну, родители отказываются, детишек прививают. Да, родители отказываются прививать детей. Среди каких слоев населения? Ну, это цыгане, это... Ну, маргинальные, скажем так, слои. Да, это вот за счет заноса иммигрантов-строителей у нас происходит. У нас не за счет собственного населения эти случаи кори, а в основном за счет заноса со стороны. Въездные? Да, да, да. За счет общин религиозных всевозможных. Я хочу сказать, что санитарная служба была огромной работой в этом направлении проделана. Значит, встречались с представителями епархии на самом высоком уровне, встречались с гадскими баронами, встречались с различными руководителями различных религиозных групп и течений. И получается, что мы везде нашли понимание. Нигде никаких таких запрещающих канонов по поводу прививки, по поводу поддержания здоровья. Везде мы нашли только поддержку в этом отношении. Значит, единственное, что вот даже маленькие детишки, цыганята во время прививок, даже по несколько раз в очередь вставали, как понравилось. Ну, естественно, прививать их по два раза не надо. Ну, были сложности с документацией, но ради того, чтобы достичь, привить, мы шли даже на это по одному паспорту. Там бывало, что перевивалось по нескольку человеку. Но все-таки препятствий никаких, поэтому и достигнуты взаимопонимания на всех уровнях. Поэтому я думаю, что мы все-таки добьемся ликвидации. Но почему все-таки случаи заболевания взрослых? Коль-то это детская болезнь считается. Да, да. Как витрянка, краснуха? Изучая мониторинг, мы мониторируя состояние крови, иммунитета конкретно по коре, значит, все-таки выяснилось в последнее время, что иммунитет оказывается непожизненный. А через 20-25 лет он утрачивается, ну, или ослабляется. Поэтому, значит, рекомендуем людям по возможности при медицинском осмотре или как-то сдать анализ крови на чувствительность или на состояние иммунитета конкретно по коре. Если он ослаблен или утрачен, значит, получается, лучше еще раз привиться. Так может быть не проще вот... После 40-45 лет рекомендуем... Ну, так не проще просто вот, кто хочет, 40-45 лет, да сходите, вы привейтесь. Однократно там уже, наверное, да? Не как детям трехкратно. А если устойчивый иммунитет, зачем такой удар плетью по организму? Ну, у нас ведь лечебные профилактические учреждения не ставят такие пробы. Это же, по-моему, ПЦР-диагностик. Ну, почему? У нас есть план, значит, поскольку там по 100-200 в год мы отправляем, медицина забирает, а мы отправляем в Москву в институт и таким образом потихонечку все слои мониторим. То есть, обратясь, например, вот к своему участковому терапевту, я могу спокойно на бесплатном условии сдать этот анализ? Конечно, сдать кровь. Я не могу сказать насчет бесплатно или нет, это не вопрос к медицине. Ну, понятно. Да, но сдать и узнать про свое состояние иммунитета, статус иммунный можно. Конечно, можно. А взрослым прививка также трехкратно делается, как детям или однократно? Двукратно, по-моему. Двукратно. Да, вакцинация и ревакцинация. Да, прививки не боюсь. И третья, вторая ревакцинация уже рекомендована нам после 45. Понятно. Конечно, через 20-25 лет у многих оказывается иммунитет. Понятно. Ну, а потом, в связи с тем, что в России жизнь улучшается, возраст средней жизни удлиняется, 80 лет, пожалуйста, на повторное за 40 лет иммунитета. Нет, ну, 80 лет уже будет неактуально. Понятно. У нас еще один телефонный звонок. Давайте, Олег Геннадьевич, примем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня, да, слушаете? Да, конечно. Я живу на улице Загорской, дом 34. В торце у нас пристроена парикмахерская. И вот они вечером после уборки сливают свои помои на проезжую и прохожую часть улицы под аркой. Вот, два года я пыталась их увещевать, что так нельзя делать, это, как говорится, не средневековый Рим у нас. Проблемы остаются все прежние. Что делать? Мы ходим с маленькими детьми под подаркой между пятерочкой и вот этой парикмахерской. Ну, это уборщица воду сливает, естественно, которая пол моет. Они, да, уборщица моет, там убирает полы, моет и сливает эти помоют прямо на проезжую часть. А зимой образуется наледь. Все понятно. Мы вас услышали. Если услышали они, что я это знаю, я думаю, что они уже эти меры примут. Ну, я обязательно пошлю туда своих сотрудников. Вечерком. Проконтролировали ситуацию. Ну, действительно, глупость. У них же есть туалет, есть канализация. Это все вопросы, как правило, туда и сливаются. Черт, а улица-то? Ближе, наверное. Да, ну, это вопрос, который я даже не ожидал, что такой вопрос услышу в прямом эфире. Олег Геннадьевич, следующий вопрос, он, конечно, навеян последними новостями, которые все тревожнее и тревожнее, с фронта борьбы с геморрагической лихорадкой Эбола. Да, потому что вот на сайте Роспотребнадзора России как раз уже мониторинг есть, и там висит указание, что вероятность заражения этой лихорадкой в России уже достигает 5%. Ну, в общем-то, не радует, да, потому что в моем понимании было как? Мы северная страна, да, до нас ни чума, ничего не докатится. У нас от любых вирусов перемрут, от морозов от наших. Вместе с тем 5% это уже не совсем хорошо, как я понимаю. Насколько все-таки лихорадка Эбола для нас актуальна? Потому что у нас и въездной туризм, а у нас и в Дмитровском районе в гости приезжают граждане. Туризм достаточно хорошо. И туризм развит хорошо, и на сафари в те районы ездят. Насколько это актуально? И вот ваши действия? На сегодняшний день не хочу пугать население. Заболеваемость страшная из Африки. Ну, в всяком случае, значит, санитарные посты выстроены во всех аэропортах. Проводится контроль. Контроль. Приходящих особенно из эндемичной территории. Мало того, федеральная служба, естественно, зная про вот эту вот миграцию нашего населения, туристический, вернее, туризм развитый и так далее, значит, уже давно отослана микробиологическая, вирусологическая лаборатория. И наши ученые уже помогают, работают, изучают и участвуют в программе, значит, не только по изучению, но и созданию вакцины против этой болезни. Ну, а на сегодняшний день хочу, да, предупредить, что люди, которые озабочены своим здоровьем, да и нет, да и не только те, которые озабочены, повнимательнее относиться к своим туристическим маршрутам, и где есть пересечения, потому что все-таки уже начало в Европу просачиваться эта болезнь, значит, через тех людей, которые не только там занимались, прежде всего, туризмом, прежде всего, помогали там. Работали. Работали, да, в медицинской сфере, вот, поэтому большого процента такого страшного уже, конечно. Пока нет, пока нет, но... Учитывая высокую заразность этого заболевания. Служба старается делать все, что от нас зависит, вот, вплоть до, если действительно возникнет такая огромная угроза, вплоть до закрытия границ, я думаю, придется. Ну, понятно. Да, я не думаю, что на сегодняшний день это настолько опасно. Нет, ну, не актуально, но в рамках разумного. У нас гораздо опаснее на сегодняшний день напряженная обстановка. С гриппом. Не только с гриппом, а, например, на границе с Украиной. Это страшнее на сегодняшний день, чем далекое заболевание. Нет, ну, на границе с Украиной там война, а в плане эпидемии-то там разве... Так вот о чем-то и речь. Нет, гуманитарная... Где война, там эпидемия, там отсюда разрушены, нет, нет еды, разрушены коммуникации, водоснабжение, конечно. А где война, там плохое санитарное состояние, это трупы на улицах, вот, поэтому здесь как-то... Более актуально. Более актуально. Вместе с тем, вот, у меня, например, подруга собирается ехать отдыхать в Египет, вместе с тем она вот побаивается уже на, скажем так, вот вы как санитарный врач, главный наш, вы же, тем не менее, какие-то рекомендации все равно в центре со своего получаете. Можно ли все-таки ехать отдыхать спокойно в Египет? Думаю, что можно, потому что страна Египет, это Северная Африка, страна очень цивилизованная, вопросы санитарей, гены там развиты, коммуникации все эти у нас в хорошем состоянии, и санэпид-режим вполне. Здесь только контакт возможен тесный, ну, один на миллион, если туда приедет зараженный забором. Ну, это как фактически у нас. Я, а центральная Африка, они не приезжают туда отдыхать, поэтому там как-то вот контакт настолько минимален, что, ну, на уровне фантастики. На уровне? Нет, боятся цивилизованные страны есть, отдыхать. Не стоит. Нет, почему? Нет, элементарные меры безопасности, гигиены, скажем так, соблюдаются. Конечно, соблюдаются. Но это защита от любых инфекций, в том числе и банальных кишечных. Конечно, ну, возле руки после еды, это вот всегда. Это святое, да? Да, перед едой в смысле, простите. Нет, после еды тоже. После еды тоже. Особенно, если еда была вкусной. Когда они были жирные, да. Да, да, ну вот мы сразу сейчас, да, к вкусной еде, большая баранья нога, да, запеченная в черном пиве. После работы, да, актуально. Да, просто замечательно, да. После желудка. Но мы еще с вами не закончили пока работать, это чуть-чуть попозже. По болезням еще коротко, гепатит, ВИЧ, ситуация в районе стабилизировалась, потому что отмечался некоторый рост некоторое время назад. Ну, инфекции всегда ведут себя таким образом, что... Всплеск, всплеск. Немножечко всплеск, немножко вспад, то есть на сегодняшний день, не хочу сказать, что ситуация критична, вот, и СПИД и гепатит, они идут где-то вот... Ну, вместе, как всегда. ...параллельно с наркоманией, поэтому вот на сегодняшний день уровень населения, воспитания гигиенического в том числе довольно высок, вот, и в основном вот эти болезни идут букетами среди наркоманов, в том числе к ним может еще туберкулез прицепить. Но вот чаще всего так. Вот, поэтому некоторые всплески подъема, они не пугающие, то есть ситуация, я бы сказал, стабильная. Стабильная. То есть в основном надо бороться с наркоманией, и тогда вот эти вот вопросы, они будут уходить на второй план. Ну, по этим заболеваниям, естественно. Сопутствующие, да, сопутствующие. Олег Геннадьевич, у вас еще вот большой все-таки спектр работы, это не только санитарий, гигиена, но и защита вот прав потребителей. Здесь вот фактически вот все, абсолютно, начиная от банальных каких-то покупок еды, техники, одежды, торговли, абсолютно все. Про ЖКХ мы с вами чуть-чуть поговорили. Да, вот хотя, ну, ситуацию раскрыть, может быть, тогда после эфира, например, по свету, по скачкам диким напряжениям, потому что это же тоже получается нарушение прав потребителя, когда у тебя напряжение то 170, то 270. Нет, вопрос о защите прав потребителей касается света, отключение. А, отключение. Отключение больше форс-мажорных, где необходимо сделать перерасчет, оплата. Потому что по ЖКХ, я так поняла, вы выступаете здесь еще как дополнительная надзорная организация, то есть некачественно оказывается услуга, домоуправление, управляющая компания или компания, которая предоставляет эту услугу, там, например, тепло, вода, канализование или еще что-то. Можно к вам продублировать, можно продублировать к вам. Но вы же здесь, наверное, работаете в тесной связке с госжилинспекцией, да? Да. Но дублируют друг друга или все-таки как-то по своим направлениям? Чтобы с момента создания жилищной инспекции у нас на границе двух служб были некоторые непонимания, кто чем должен заниматься. В связи с этим, в течение года, когда мы это поняли, в прошлом году жилинспекцией инициирована была встреча, мы от нее не отказались, а обеими руками. Значит, создана была в результате этой встречи комиссия, комиссия проработала все документы необходимые, значит, санитарное законодательство и законодательство, созданное под жилую инспекцию. И мы, чтобы не пересекаться, значит, просто разграничение функций провели, чем занимается жилищная инспекция и чем занимается Роспотребнадзор. Значит, хочу сказать, что санитарных правил по содержанию жилья, они, конечно, существуют, но там прописаны только вопросы общественные, то есть подъезды, лифты, освещенность, микроклимат, вентилятор. Значит, все остальное касаемо подачи коммунальных услуг, дребезжания экранов, состояния внутри помещений самих квартир, то есть они сейчас в жилую инспекцию создают свои лаборатории, которые будут мерить и шумы от этих вот коммуникаций, то есть бойлерных, элеваторных и так далее. То есть все это входит в сферу жилую инспекцию. И пока население в этом разберется, мы будем, конечно, эту работу проводить информационную, значит, по разграничению функций, печатать в средствах массовой информации, использовать, значит, вас, по возможности, я имею в виду телевидение и газеты, чтобы ликбез проводить среди населения. Но на это, опять же, нужно время, и когда жалобы приходят нам, мы их изучаем. Пересылайте по инстанции. Да, жалобы, которые касаются нас, мы разбираемся сами. То, что касается жилой инспекции. Согласно федерального закона рабочих с обращениями граждан, пересылайте. Обращаем, что данное, значит, заявителя, что данное заявление входит в компетенцию службы, но ваше заявление оставлено без внимания, оно переправлено. Ну, то есть все согласно федеральному закона. По назначению, да. И причем сроки, 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 значит, если вопрос не наш, то в течение семи дней мы должны уже переправить по назначению. Потому что всего дается 30 рабочих. Да, чтобы ни одна жалоба без внимания все-таки не осталась. По торговле. Потому что вы поставлены в очень жесткие рамки. Мало того, что сейчас, в общем-то, уведомительный характер вообще по открытию торговых точек, система уведомления. То есть вы не можете прийти проверить. Плюс вы проверяете торговую точку только раз в три года, по-моему, да. Подвезем на четвертую. Да, да, да. При этом вы за год списки эти предоставляете на будущий год, план мероприятий по проверкам в прокуратуру. И они выйдут в интернете, когда мы еще придем. Вместе с тем, ну, не редкость, да, что в торговле бывают осечки. Не все добросовестно работают. Бывает, что и некачественный товар, и несвежий товар, да, осетрина второй свежести. Помним по Булгакову. Нет, это, конечно, в наших магазинах не бывает. Осетрина. Осетрина. Тем более даже второй свежести. Это второй свежести. Ее и первой нигде не найдешь. Она не доходит. Вот. Что вы здесь посоветуете людям, на что обращать внимание, и как поступать, если, скажем так, продавец или, ну, скажем так, владелец ли магазина не хочет заменить товар ненадлежащего качества на более достойный? Ну, прежде всего, конечно, быть внимательными. Я посоветую. Тут в последнее время я даже сам надеваю очки и... Проверяю срок годности. Внимательно смотрю. И состав. Не только срок годности реализации и так далее. Ну, и состав, значит, если кто-то боится ГМО, генетически модифицированной продукции и так далее. Внимательно смотреть то, что покупаете. И по какой цене? Да, и цена, естественно, потому что большинство наших сетевиков, они грешат тем, что огромные тысячи наименований, 2, 3, там, 7, 10 тысяч наименований, они не успевают заменять ценники, когда приходит новый товар уже по другой цене. Это они грешат. Узнаешь на кассе? Да, узнаешь на кассе, когда набрал уже целую картинку, тележечку, и уже начинаешь везти обратно уже, это самое, скандалить не хочется, и тяжело уже. Грамотный маркетинговый ход, кстати. Да, естественно, естественно. То есть проверяем все тщательно? Надо стараться, да, тщательно проверять то, что покупаешь. Ну вот, но если даже такая вещь случилась, значит, претензию можно предъявить непосредственно в магазин. Если они отказываются, значит, заменить товар, начали вернуть деньги, ну тогда уже милости просим к нам, значит, с этим товаром, с претензией. Значит, можете зайти на сайт Роспотребнадзора, значит, набрать претензии, выйдет бланк, который вот можно... Типовой ваш? Да, типовой. Заполнить в двух экземплярах. И, пожалуйста, положить на стол заведующий, значит, или директору, или дежурному администратору, чтобы они сделали отметочку о приеме. Значит, в течение 10 дней вам должны будут либо сразу вернуть, либо в течение 10 дней разобрать и ответить на вашу претензию. Значит, если у вас есть имущественного характера, особенно то, что касается промышленной группы товаров и сложных товаров электрических, как телевизор, холодильники, газовые там плиты и стиральные машины. Значит, там все через экспертизу проходит. Если это заводской брак, то возвращают деньги, если причина другая, поломка за потребителя. Ну, это гарантийные уже когда-то. Да, это уже гарантийные вещи. Просто когда Антон Приволь, ну, в свое время, я хочу вот это вот озвучить, оговорился в прямом эфире, не в прямом эфире, а в центре. Да, идите в Роспотребнадзор, там вам вернут деньги. И у нас, вы не представляете, какая была куча звонков и жалоб людей, верните нам деньги. Значит, мы помогаем, помогаем вернуть деньги. Мы помогаем людям составить документы в суд. Значит, имущественные вопросы решаются только в судебном порядке. Если в добровольном порядке, значит, по закону предприниматель не хочет вам заменить товар или вернуть, значит, деньги. Мы помогаем, значит, потребителю. Защитить его права. Защитить его права. В каком виде? Значит, помочь составить грамотно иск в суд. И по конкретному делу, по запросу суда, дать грамотное заключение. Ну, и если по усмотрению суда необходимость присутствия наших представителей, юристов или специалистов, поддержать этот иск в суде в защиту потребителя. Вот это наша работа. Но нас не финансируют настолько, чтобы возвращать деньги. Было сказано с горяча. Но получается, что мы должны все-таки привыкать действительно к европейской манере. За любую покупку брать всегда чек. И сохранять его. Даже если ты купил батон хлеба, все равно возьми чек, положи его. Выбрось его завтра, не сегодня. Когда батон съешь. Да. И не попадешь с каким-нибудь травлением. Сараканов с гайкой. С чем-нибудь. Понятно. Олег Геннадьевич, телефонный звонок. Давайте его примем. Добрый вечер, вы в эфире. Олег Геннадьевич, вот три года назад я купила радиотелефон. И у меня предприниматель долгих, который в Энермаге, бывший в Энермаге, работает для телевизора, там телевизора. И сегодня я, например, купила, а он на другой день у меня его не взял. Он у меня нерабочий. Почему так продавцы у нас сроки не исполняют? Спасибо. Ну там уже этого отдела нету. Да, потом я не совсем был. Так три года назад. Три года назад. Там уже и гарантийный срок закончился у этого телефона. Ну вот телефон не работал, сразу никто не обменяли. А так-то да, в течение двух недель они обязаны либо обменять, либо то, что мы уже касались вопросов, сложный товар, либо подвергнуть экспертизе. И в течение 10 дней этих положенных ответить на вашу претензию. Мы же только что говорили, что составляются претензии в двух экземплярах, подается, регистрируется. И предприниматель обязан в течение 10 дней, 7 дней. Ну принять какое-то решение. Да, ответить во всяком случае, что ваш товар отправлен на экспертизу, ждите, ждем результатов. Ждите вам. Если это заводской брак, мы вам сообщим, позвоним в письменном виде, сообщим, придите. Мы вам либо заменим на той же стоимости товар, либо вернем вам средства затраченные. То есть это чисто по Европе. Ну а вообще тогда надо просто прочитать внимательно и запомнить свои права, прописанные в законе о защите прав потребителей. Там, кстати, по-моему, не такой уж он и большой закон, и там все достаточно просто. Именно в вопросах прав потребителей. Там глава небольшая. По этому поводу мы стараемся каждый раз использовать газету и телевидение, чтобы проводить разъяснительную работу, чтобы поселение стало все грамотнее и грамотнее. И не только мы могли, но прежде всего они сами защищают свои интересы и свои права. Ну, в общем-то, да. Последний вопрос зачитываю с интернета, потому что время нашего прямого эфира подходит. Стремительно близится к окончанию. Елена Новикова, проживаю на улице Транспортная, город Дмитров. Напротив моего дома находится пруд. 17 сентября обратила внимание, что на поверхности пруда плавает мертвая рыба, от воды идет ужасный запах. Пруд находится в черте города, является проточным и в конечном итоге впадает вода из него в канал имени Москвы. Территория пруда находится в плачевном состоянии, мусор-бутылки. Писали во все инстанции, просим обратить внимание на проблему. Транспортная, это где-то, по-моему, четвертый край. Если вы сделаете нам распечатку, то есть появление в средствах массовой информации такого рода... Тем более не анонимка, а контактный телефон. ...кламурить информации, дает нам право к административному расследованию. Значит, и мы посмотрим, постараемся разобраться в этой ситуации. Если наш вопрос, значит, принять меры, если нет, передать в экологию. Пусть они попробуют разобраться. Понятно. Олег Геннадьевич, время нашего эфира заканчивается. Я коротко подвожу его итог. Итак, идем, прививаемся от гриппа. Прививаемся. Не забываем прививать своих детей от всего, от чего положено по национальному. Не боимся. Взрослым желательно перепривиться от кори. Ну, предварительно, все-таки, анализ провести состояние иммунитета. Проверим. После 40-45. Вот. Лихорадку Эбола пока не боимся, но по жизни продолжаем соблюдать. Мойте руки перед едой. Ну, не так же. И индивидуальные средства гигиены. Вот. Значит, плюс берем сюда... Выбираем туристические маршруты. Да, грамотно. Исключить тесный контакт. Тесный контакт. Безусловно. Значит, еще сохраняем все чеки с любой покупки. И изучаем закон о защите прав потребителей. Если что не так, обращаемся к вам. Поможете. Будьте внимательны при покупках. Да. Не только сохраняем чеки, а, прежде всего, при покупке... Ничего пересчитывайте, как там раньше на кассах было. Да. Проверяйте сдачу, не отходя от кассы. Вот. Но это совсем другое. Это уже тема полиции. Полиция была неделю назад. Олег Геннадьевич, время эфира заканчивается. Вы знаете, что гость всегда может что-то сказать, сделать какое-то заявление, объявление. Что-то пожелать нашим телезрителям. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Значит, будьте, прежде всего, здоровы, внимательны друг к другу. И я думаю, что все у нас будет хорошо. У нас очень доброжелательный город. Все люди добрые, хорошие. Поэтому, ну, врач может пожелать только здоровья. Поэтому я всегда в своей каждой передаче. Здоровья вам, граждане. Ну, а если что, Демитровский территориальный отдел Роспотребнадзора придет к вам на помощь. Всегда, да. ЧПДЛ придет на помощь. Да, ЧПДЛ. Это в санитарной медицинской службе. Ну, то есть, вы тоже, да, спасатель. Все ясно. Я напоминаю, что гостем студии был сегодня главный государственный санитарный врач, начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Дмитровском, Талдымском районах и городе Дубна, советник государственной гражданской службы первого класса и кандидат медицинских наук Олег Геннадьевич Черкашин. Ровно через неделю, следующий четверг, 16 октября, мы ждем в гости на прямой эфир Галину Юрьевну Лухманову, начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Дмитровскому району. Будем говорить, конечно же, о налогах, о том, зачем их нужно вовремя платить. Тем более, 1 ноября не забудьте последний срок уплаты большинства имущественных налогов. Словом, если у вас будут вопросы к нашей гости, звоните ровно через неделю, 16 октября, в прямой эфир. Я присоединяюсь к пожеланиям Олега Геннадьевича. Берегите себя, не болейте, всего хорошего и до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин